всем привет это уже третье видео которое хочу опубликовать в течение войны надеюсь это выложу в этом видео помимо обычной деятельности канала стройки моделей я изложу монолог своих мыслей о происходящем и да сейчас почти каждый человек который зарегистрировался в соцсетях является военным экспертом и может там на пальцах рассчитать сроки взятия того или иного города или даже целой страны предупреждаю сразу такими заниматься не буду если будут можете смело жаловаться на это видео так как я не хочу никого переубеждать троллить провоцировать и манипулировать мнениями или даже пытаться переубедить фоном для сегодняшнего монолога будет совершающие этапы сборки sdkfz 247 вам точнее его окраска и так как же назвать происходящее как не войной это однозначно война так как среди различных вариантов определения с различных источников война это именно конфликт между государствами в которых задействованы их вооруженные силы а сейчас мы видим именно то что воюют два государства посредством своих вооруженных сил а даже если вам нравится такое слово как спецоперация знаете что такого рода спецоперации проводят именно в рамках войны или же военных действий то есть как ни крути со спецоперации или без война идет и как бы вы происходящее не называли тем более что может быть там вам запрещено называть это войной знаете это все равно война так по каналу и по хобби в ожидании на публикацию стояла большая очередь видео но с началом войны я вот эти запланированные публикации по пятницам и воскресеньям отложил поскольку считаю что сейчас не время для подобного контента и вообще различный развлекательный контент который не связан с этом поднятием морального духа вообще не уместен не понимаю даже тех блогеров которые продолжают снимать какие-то ситкомы может быть это лично мое мнение они никого не осуждаю но считаю это просто неуместным что касается хобби наблюдаю что на разных форумах и страничках в сетях каналов украинских моделистов деятельность идет но лично у меня не то чтобы желание нет силы возможности заниматься моделированием поскольку стараюсь в данной ситуации более продуктивно использовать силы и время так в прошлое воскресенье было относительно спокойно и на вечер я решил запилить видос фрагмент вы видите сейчас начал окраску sd kz 247 неделя было сложно и я решил немного отлечься таким способом собирался сделать видео которое могло бы быть вторым но спустя пару минут после того как начал окраску по городу или по окраинам города был нанесен сейчас могу ошибаться но как мне кажется это было ракетный удар достаточно мощный взрыв взрыв такой силы что посыпалась штукатурка в стыку между оконной рамой и откосами как-то такое сразу там отбила какое-либо желание заниматься чем-либо как не обеспечивать безопасностью себя и свою семью это могло быть вторым видео первое записал еще в первые дни войны но там кроме эмоций больше ничего не было решила вообще не публиковать по большей мере эмоции были по отношению к определенным людям чем там к россии в целом постоянная угроза конфликта и агрессивные действия руководство россии уже дали понять что это за страна и что можно ожидать чтобы понимали утром 24 я лично взрывы не услышал но та обстановка которая была утром городе сразу дала понять что происходит что вы понимали когда спальные районы в обычные дни часов 6 утра еще спят 24 в 6 утра было ли это 6 может быть пол шестого точно не помню город уже не спал повсюду были очереди банкоматом и аптекам и сразу дали понять что происходит как бы все чего ожидали увы случилось тогда быстро завез ребенка к родителям за город а сам поехал на работу чтобы максимально как-то организовать работу для перемещения там частью людей безопасные места а также с организацией работы компании военное время часть коллег тогда уехала за границу часть ушли волонтеры вооруженные силы и остался на работе так как компания имеет сгрызничные контракты и должно выполнять работы в срок кое-кто из коллег конечно немного негодует из-за сотрудников которые как бы пошли повоевать и остаются получать зарплату но что могу сказать я бесконечно уважаю такое решение пойти защищать родину свои по сути своих коллег семи своих коллег что вот эти люди которые так не задумываясь взяли оружие в руки и пошли на защиту страны это реально сейчас герои и свою очередь я и люди которые не задействованы непосредственно боевых действиях должны максимально работать на скажем так мирном фронте особенно если это производство компании или это идти компании которые работают на зарубежный рынок для того чтобы максимально зарабатывать для страны деньги максимально помогать экономике и вооруженным силам налогами финансовой помощью и в свободное время от работы как-то помогает еще и волонтерством так вернемся к тому негативу который был в первом видео это по большей мере негатив к относительно знакомым людям первое что сильно напрягло это мои знакомые из украины которые криктиковали как я упомянул раньше людей которые пошли второборону или там вооруженные силы мотивирует а якобы тем что они пошли туда для того чтобы в дальнейшем иметь льготы или что-то вроде того лично я считаю что те герои которые отстаивают независимость и безопасность украины на передовой и пожизненно должны иметь всевозможные льготы и привилегии я очень надеюсь что государство сможет отсеять реальных героев от тех кто как иногда случается эти льготы захочет купить так как меня еще не призвали в силу того что наверное с военной точки зрения я бесполезен я буду поддерживать вооруженные силы финансово и другими вариантами поддержки которые может сделать гражданский человек я надеюсь что среди знакомых и среди моих зрителей из украины это не нужно никому рассказывать и все это понимают так как сейчас государство нуждается и вооруженные силы нуждаются в различной помощи и если у вас есть такая возможность обязательно помогайте также посыл такой что всем гражданским кто сейчас работает нужно работать по максимуму и не за зарплату и не за премию а для того чтобы реально удержать и своих работодателей и свои предприятия на плаву компании для того чтобы они работали сейчас приносили пользу и с наступлением мирных времен чтобы наши экономики было проще и не было проблем с безработицей и с тем что компании обанкротились короче если у вас есть какие-то там возможности поработать усиленно не надо работать с надеждами то что там заплатит не заплатят премию работать и просто для того чтобы была уверенность в завтрашнем дне что касается знакомых из-за рубежа именно из россии вот тот факт что в сложившейся ситуации мне их мнение особо не интересно и сейчас подчеркну что это именно мнение звонки или сообщения с целью узнать все ли нормально и поддержать это очень приятно мотивирует и дает понять что в россии есть еще нормальные люди но звонки или переписка с цитированием методичек которые на которых и выкладывают в пропагандистических так-шоу и чтобы понимали это не общих идей или каких-то мыслей нюансов которые это могут это услышать это именно практически дословное цитирование лидеров пропаганды скажем так это вообще для меня просто трэш вот допустим есть люди с которыми еще там пару лет назад отдыхал на западной украине которые просили чашечку кофе львовского в львове на чистом русском языке а сегодня рассказывают о каком-то киевском режиме фашизме хунте пандеровцах кроме того что этих людей просто зомбировали я никогда не знаю потерялись в себя здравый смысл у меня других мыслей по этому поводу нет может кто-то спросит откуда я знаю что говорят там на российских ток-шоу в принципе я стараюсь получать информацию с различных источников да я смотрю в целом и читаю украинские сми но по возможности пытаюсь параллельно смотреть на языке оригинала английские или британские сми а также в переводе читать французские и немецкие и также российские для того чтобы если даже какие-то искривления сми украины будут чтобы иметь различные точки зрения вообще понимать чем живет мир а не быть замкнутым в изолированном сми своей страны что как мне кажется сейчас происходит в россии чтобы понимали я помимо своих новостей смотрел и обращение путина перед началом войны и ту вакханалию которую пытались сделать на лужниках как бы на это время особо не тачу чтобы не думали что этом сажусь и смотрю нет это иногда происходит как фон для работы или во время каких-то переездов послушать по фону что говорят в соседних государствах и какой там целом настрой и кто-то я уже точно не помню из выступающих в начале то ли певцов то ли мошков донес такую мысль что когда закончится война они обязательно проведут парад как бы у меня сразу вопрос что проведут парад не отстроят разрушенные не почтят память павших солдат или память гражданских или что-то в этом роде а проведут парад это походу не знаю какой-то глобальный фетиш на какую-то военную технику на красной площади других объяснений у меня нет то есть люди за не знаю месяцы я надеюсь что не годы войны насытятся этим милитаризмом так что кроме как провести парад на красной площади или там где они собираются проводить ничего лучше не придумать вот такой вот именно милитаристический подход и демонстрации силы это из того что я читал про фашизм это реально один из признаков фашистского государства так немного отвлекусь на модель это долгострой sd kfz 247 сейчас добрался до покраски и нанесения декалей сколов и грязи маркировку и краску выбрал для дивизии великая германия великая германия это был наверное один из самых боеспособных военных сил нацистской германии и как бы сейчас не обзывали друг друга страны нацистской была именно германия и в некоторых источниках имена дивизии великая германия приписываются войскам сс но они сколько мне известно и такими не были начиная с лета 41 года это формирование действовало на самых трудных участках восточного фронта как бы как сейчас модно говорить тушила пожарой и получила прозвище пожарной команды по количеству кавалеров рыцарского креста великая германия занимала второе место среди всех сухопутных соединений германии эмблему эта дивизия имела в виде каски и да эта машина эта техника врага врага наших бабушек и дедушек прабабушек и прадедушек врага которого они победили и вместе союзниками освободили мир и тогда от нацизма и фашизма но сейчас будет стата если нужда и несчастье не вытравили из памяти народа все лучшие воспоминания о прошлом то мы все равно постараемся политически отравить его настолько чтобы позабыть о них это цитата из майн камп и мне кажется это то что сейчас делают в российской федерации различные георгиевские ленты непонятно откуда появившиеся именно в том виде в котором их используют псевдоисторические псевдо патриотические фильмы взятие рейхстага на 9 мая непонятно зачем как мне кажется это только искажает память и примен при уменьшает подвиг народа это насколько мне известно в россии за это есть даже криминальная ответственность но это не мешает как бы заниматься этим руководством сейчас грустно что память о подвигах второй мировой иногда ассоциируют симпатии к руководству россии с теми людьми которые и право не имеют ассоциировать себя с тем героическим народом с тем временем ну это не знаю сродни доказывать принадлежность крестьянству через селфи в проруби на крещение или с корзиной на пасху то есть провел парад и типа молодец хотя помимо применения на себя героического подвига нашего народа в те времена руководство россии манипулируют и делами духовными так называемыми духовными скрепами так особенно непонятно когда такие амбиции они опираются как бы на память тех героев и попытки мрачить кого-то сводятся до сравнений с фашизмом или там отлучение от христианства вот сейчас может кто-то скажет неправильно что это делаю но я горшусь своими предками которые боролись с нацистской германией и с теми предками которые боролись против коммунистических захватчиков тогда были страшные неоднозначные времена и много было насыщенных событий но нельзя забывать то что перед попыткой захвата германии земли украины были захвачены советским союзом и наверное от слова союз была только буква с и то что происходило явно нельзя было называть союзом те методы которыми присоединяли тогда наши украинские земли к совку можно сравнить разве что с войной и как вы видите из истории снова повторяется и наш северный сосед и тут язык даже не поворачивается называть его братом снова показывает свое истинное лицо и снова пытается каким-то способом воссоединить совок захватить земли я даже не знаю какого-то истинного истинной мотивации вот сейчас уже начинаю скатываться к тому что обещал не делать и так тоже мне немножко такое негодование когда путина сравнивают с гитлером это вообще разные эпохи разные страны разные люди разные амбиции и причины конфликта и неизвестно кто из этих персонажей хуже если пропустить их деяния через призму истории и настоящие причины конфликта поэтому если хотите сказать вам что путин кровавый палач так и говорите не надо сравнивать его с гитлером сейчас обращаюсь к тем кто называют россию фашистской страной ну не знаю насколько это уместно но эта страна это страна с великодержавным шовинизмом национализмом как мне кажется и имперскими амбициями которые прут через край и может быть это ностальгии за совком поэтому там называйте вещи своими именами и да если вы уже досмотрели до этого момент то извиняюсь что на канале по хобби я как-то окунулся в политику но как сказал мао цзэдун политика это война без кровопролития кровопролития тогда когда война это политика с кровопролития и как бы говорит что я вне политики когда это кровопролитие касается твоих знакомых непосредственно погибших мирных людей которых ты раньше знал а также эти разрушения и убийства детей по всей стране то человеку который живет среди этого как бы не затронуть эту тему и оставаться как-то стороне нельзя что могу добавить слава украине слава вооруженным силам и героям которые охраняют украину и независимость знаете как бы я и миллионы таких же граждан вами гордятся желаю всем мирного неба над головой ну а русскому военному кораблю идти нахуй на этом все до новых встреч и пока